Как известно, Кеничиро Таяма, создатель игры Gravity Rush 2 в 80-е годы, был летчиком. И состоял в элитном отряде боевых гандамов. У меня даже фото есть! Когда в армии в 90-х наступил кризис, ведь все поняли, что было потрачено несколько десятков миллионов долларов на обычных пластиковых роботов, которые не способны никого победить, в итоге Таяма решил заняться разработкой видеоигр! Первым проектом стали молчаливые холмы, по ним даже потом фильм сняли. Ну то есть это был лютый трэш, но его ведь все равно кто-то смотрит. И парень, ты не понимаешь, что делаешь, не смотри ее! Нет, 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 нет! Но я посмотрел. А ведь я предупреждал. Таяма очень любил фильмы про Супермена. Еще он любил смотреть на риски из фильмов с Джеки Чаном. Но так как на все это была очень дорогая лицензия, в итоге Таяма сделал игру, где ты играешь за маленькую девушку, можно надирать всем задницы. А назвали они все это дело гравитационной лихорадкой. Она реально разрушает вестибулярный аппарат. В этой игре вы можете делать множество разных вещей. Придвигаться в любой плоскости, пинаться ногами, изучать иностранные языки, помогать людям, которые никогда не скажут вам спасибо, избивать детей, а потом получать люлей от их родителей, изображать планеты, создавая гравитационное поле вокруг себя, драться за шашлычок, надевать наряды из других игр, в которые вы никогда не сможете поиграть, потому что вы не являетесь гражданином Северной Кореи. Зато вы сможете наслаждаться спокойным саундтреком. Ты слишком спокоен. Вот так лучше! Да! А теперь что же касается озвучки. Человек, который отвечал за все диалоги в игре, был ярым фанатом рок-н-ролла, поэтому все диалоги там выглядят вот так. Нет, на рок-н-ролла-то совсем не похоже. Такое ощущение, что пытались вызвать Дьявола. Но если у вас другие идеи, то пишите их в комментарии. Если ты не хочешь, чтобы твоя жизнь была такой же серой и унылой, как последний раунд Ларина на Лерсусе, жмакай на все кнопки, которые видишь перед собой, подпишись на канал, расскажи друзьям, не забывай про колокольчик. С вами был Капитан Акула, увидимся в следующий раз.